итак подписчики моего канала всем здравствуйте я хочу сделать все лабораторные работы курсы ccnp старого и нового это ребят первая лабораторная работа курсы ccnp старого как все помните ccnp старый состоял из трех частей роутик свитчек и траблшутинг новость состоит уже из двух инкор и и на все старости ccnp гораздо тяжелее чем новый там бабы такие прям и так ребят я буду делать их параллельно лабы и старого и снова я это делал для себя поэтому строго не судите если вам не особо нравится мой пересказ мои объяснения то можете поискать другие видео на эту тему и так ну давай с вами начнем значит что у нас требуется мы с вами будем настраивать протокол и один из протоколов динамической маршрутизации для айпи это для пилиппи 4 это обычный репи вот таки вот вот такой вот приставкой репиндж это у нас для api 6 ну что хочется сказать сразу данный протокол считается устаревшим он уже нигде не используется может быть так каких-нибудь компания где еще олды работают до которого клениться изучать что-то новое может быть он там еще на стареньких оборудованиях еще и работает но по сути например в новом ccnp либо в новом ccnp вы его уже не встретите так что еще дефолт гдв так 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 ну и настроить маршруты по умолчанию и так давайте с вами вначале прочитаем что от нас требуется значит в это ламе вы будете настраивать соединять сети между собой соединять сеть с нашей сетью где у нас третий департамент инженерик маркетинге и каути используя перешли с адресацию и протокол динамическим маршрутизации лип 5g на двух роутерах также будете настраивать api 6 статический маршрут между нашим граничным роутер арпа и интернет сервис провайдером артре давайте с вами сразу посмотрим схему значит вот этот вот как квадрат не квадрата вот это вот наша компания состоит из двух офисов ар-1 ар-2 может стать астана алмата и нам нужно их соединить с интернет сервис провайдером и так пусть будет не астана алмата соседние какие-то здания забегая вперед так используем сериал линьки ладно в этом чуть позже итак у нас вот с вами есть наша компания которая состоит из двух роутеров да в ней есть три отдела инженерик маркетинге и каутинге на вот это вот все вот нужно соединить с интернет сервис провайдером а из перед масса 3 и так здесь мы будем с вами работать с 1 6 адресациям если вы не помните то повторите я тут не хочу на этом долго зацикливаться есть там до 5 до 6 адресов используются на пиве 6 есть и глобально уникально это то что мы используем мы есть и сравнивать с ipv4 то это внешний адрес публичный белый его еще так называют и link local мы с вами будем тут использовать link local но если сравнивать с ipv4 то это адрес а пипа когда у нас например я себе серию например вышел из строя дата компейнер начинает сами себе пресса присваивать адреса из адресов а пипа 169 xx ну и так далее и так далее что еще ну link local у нас работает на в рабах одного канала и на каждом канале он должен быть свой для передачи данных разумеется он не выходит за границы своего канала то есть он то есть он не маршрутизируется но очень если забыли то повторите лава очень короткая бы не хотел бы эту лапу сильно раздувать до делать его большой и так что еще от нас требуется значит помимо всего прочего нам нужно еще настроить шлюз и распространить его на шлюз по умолчанию а через протокол рип ну например вот у нас тут вот есть шлюз по умолчанию до который вот нам позволяет выходить в интернет даже мы могли достучаться до артрии до интернет сервис провайдера но ар один то об этом не знает и поэтому чтобы он также мог выходить в интернет мы должны через r2 распространить наш маршрут по умолчанию как-то так дальше значит ваша ютас из конфигура при пэнджи твэн ему full коннективе теперь урок раз в общем настроить рип и джи чтобы была полная связь между всеми роутерами какие железки мы с вами будем использовать эти значения не имеет так как мы используем с вами эмулятор и фэнджи как вы все заметили на образы йоу который используют именно компании циск они очень они гораздо быстрее работают чем в йосы и либо должен дай нами спорта называется поэтому я использую образы йоу ну в некоторых лабах лучше использовать в йос так как там например в курсе сессионные секьюрис я использую образы в йос потому что там гораздо больше команд именно по безопасности к этому к с вами еще придем и так что требуется нас три роутера разумеется два свеча не обязательно серийный ethernet кабеля и прочее прочее так как мы с вами используем эмулятор то соответственно физическое оборудование нам не особо нужно ну давайте с вами начнем так ребят я использую значит серти вот такая вот вот такой вот терминал так как тут посмотреть вот он ван дайк компания а это очень полезная к так сказать терминал он очень такой большой функциональный и и что что мы ему используют все сетевые инженера тема я бы не работал там шеврон дышевой прочь прочь ну то есть пати мало кто использует это очень легкая простая программа и так тут я уже пробовал делать записи поэтому не обращайте понимание я полностью всю конфигурацию сбросил поэтому мы с вами делаем все с нуля и так если мы с вами достали роутер из коробки и включили вот первым и либо ресейнули настройки блок по умолчанию первое что мы с вами увидим это знак вопроса хотите ли вы использовать мастер чтобы пить сразу необходимые все настройки так как мы это этот курс сисен пи мы с вами профессионалом с вами поэтому откажемся ну что он тут вопросов весит риса нам задаться там кто первый кого сведет с ума поэтому я нажму ну так дальше тут то же самое мы откажемся от всяких мастеров бизардов и все будем настраивать ручками так так ну на линукс машина ничего делать не нужно я добавил ребят вместо свечи компьютера каждому роутеру линукс 1 это линукс такие ну не линукс машины такая урезанная версия линукса где самые необходимые команды там пинг трассер чтобы можно было повесить айпичник что-то там проверить по трапу шутить ну вот самый основной там команд 10 и больше что еще туда же по-моему нету толпы это либо ссс то есть очень очень как бы для экономии пространство на жестком диске да мы с вами используем обычно кампы можно заморочиться постоять windows кампы ну тут в это лаби этого не требуется поэтому я использую очень урезанные такие линукс машины это очень удобно чтобы когда мы с вами и говорим с вами не просто переговорил клуб интерфейса до которого дано дано лаби имитируют наши локальные сети а шумы прям прям вот проваливали спокойно сеть прям пинговали хосты локальные сети чтобы это было больше похоже на правду больше приближенно к боевому реальному проекту к боевой лаби вот примерно так то есть видите на лаби их нету я добавил специально и так ну давайте с вами начнем и так ну первым делом что нужно сделать ребят первым делом разумеется нам нужно с вами задать имя имя нашего роутера например если он допустим вас находится шимкенте в хэдклотер да в штаб-квартире на втором этаже тут точно такое же название нужно и бить для чего это делается чтобы вы не запутались и был привилегированный режим проваливаться в режим глобальной конфигурации и вот как раз таки здесь мы задаем имя арт 1 давайте мы сразу это это сделано �тно это архиважа так тут не торопись вкусный а2 и давайте сразу окройте свои вкусный арт 3 и да сделано налево с машин тоже важно собрать имя но мы с вами этого делать не будем можно можно я делал хорошо и да ну давайте коротко по по командах первая команда что нам нужно сделать значит и play the following конкурейшен стулья так значит примите следующую конфигурацию на каждую роутер соответствующим его имени примите команду экзекта м zero zero также к адресу чтобы ее не использовали в реальной среде на моем проекте в реальной сети и так давайте с вами значит команда новая пи-домейн лука что делает если мы с вами допустим ошибемся при вводе какой-либо команды то запускается поиск по dns имени да ищет ищется айпишник то есть ваш а не задумай что это какой-то хост название какого-то хоста и начинает его искать ну например давайте я ошибусь да надо он этого не сделать то есть это делается для для того чтобы меньше было нервов до чтобы коп не не запускал лишний процесс и не искал вот он вот допустим попробую сейчас салитировать мои допустим но не получается хорошо так ребят я уже второй раз его эту запись не не хотелось бы заценивался если вы курсе серные прошли то вы понимаете о чем я говорю значит я просто нет не могу сымитировать данную ошибку да почему-то ведь он не позволяет где-то новая пи-домейн лука когда мы с вами делаем вот такую вот ошибку он начинает искать ее по имени запускает процесс тнс ищет айпишник к этому имени на это расходуется время то есть система стоит и вы не можете работать и поэтому не было бы с вами должны отключить поиск домена данного пи-домейн лука давайте мы с вами это сделаем дальше нужно провалиться консольный интерфейс не забывайте то что в данный момент мы с вами якобы имитируем вход по консольному интерфейсу консольный интерфейс у нас такое голубенький это для чего нам нужен мы через него настраиваем то есть базовые настройки то есть если вы девайс достали из из коробки нужно его вначале на настроить удаленно же к нему же нельзя же посадиться нельзя поэтому все что мы с вами можем это посадиться к нему через шнурок и так вот наш консольный интерфейс лоджи синхронус эта команда нам что помогает делать когда у нас сыпется логи а логов у нас много и мы в этот момент печатаем команду то эти логи могут перекрывать закрывайте наши команды которые мы в данный момент печатаем а и чтобы этого не происходило мы с вами должны убить эту команду и экзек тайм-аут что эта команда делает эта команда ребят экзек тайм-аут это время бездействия вот например сейчас я с вами не набираю какие-либо команды и включается счетчик да и по завершению данного счетчиком нас к айос операционной системы выкидывать то есть мы то есть нас мы разлаги него емся до логиниться разогиниться то есть систем нас выкидывает это делает но это фичи безопасности то есть если я вот так вот сделаю 501 это минута 2 до секунды то есть если я буду бездействовать в течение пяти минут то меня система выкинет и так нас требует вести 0 0 0 минут 0 секунд это как говорит о том что у нас то есть мы эту фичу отключаем то есть сколько бы времени бы не прошло нас не разлаги то есть мы не разлаги нивося сказать господи то есть нас не не выкинет из системы ну вот примерно так и так давайте мы с вами это сделаем для удобства для всех наших так лучше и на интернет-сервис провайдера так и так здесь я по-моему забыл команды печень новая пида мы тоже принял за место дефисом и да хорошо мы с вами это сделали так ну что теперь используя схему адресации и здесь нет у нас есть просто картинка и вот тут вот есть вот такая вот адресация краски и и скорее всего ее и имеют виду ну на сессионные если вы делали хотя бы несколько лап больших курсы сессионные там после графика вот после картинки идет что идет там таблица адресации здесь как видите она у нас опущена поэтому мы с вами будем ориентироваться на картинку и так что требуется назначить значит ip адреса ребят сразу говорю что некоторых интерфейсов у нас нет вот например интерфейс с сериал интерфейс 000 мы заменяем на сериал 1 0 либо интерфейс гигабины 0 0 мы заменяем на интерфейс е 0 0 поэтому не запутайтесь то есть я еще буду подменять потому что все-таки это эмулятор да это нельзя прямо адаптировать все образы все прям номера портов к реальным условиям к реально лаби поэтому будем исходить то что есть но на самом деле это не особо влияет на на выполнение лабы то есть все что нужно мы с вами сделаем и так ребят не запутайтесь то есть вот здесь вот я подписал интерфейс это клаве и наши реальные интерфейсы вот давайте мы это и сделаем вот смотрите например гигабит интерфейс это у нас интерфейс который смотрит в локальную сеть мы будем проваливаться не на гигабит 1 ентерфейс ethernet это у нас сети мегабитный фас изернета 100 мегабитный и гигабит у нас ну гигабитный интерфейс то есть пропускная способность намного больше так что еще ну все принципе давай с вами это и сделаем и так проваливаемся на наш елой 0 descriptions обязательно если мы с вами если речь идет о боевой сети то не пренебрегаете описанием интерфейса очень сэкономит время при трабл шутинге я буду все сокращать дальше чтобы особо команды долго не убивать я буду ребят копировать и ставлю вставлять так link local ребят адрес так и по умолчанию у нас все интерфейсы на роутер выключены нам нужно его активировать включить команду но у шага так ребят проваливаемся на внешний интерфейс который смотрит на ар 2 да то есть давайте сразу с вами проверим вот тут у нас в лабе сериал 0 0 0 у нас с 1 0 так descriptions я буду ребят сокращать link да и сразу буду копировать чтобы долго команды с вами не пивать интерфейс и интерфейс линк локал садим ребят клок лейт так ну и разумеется активируем интерфейс так все мы это сделали можно кстати проверить команды шоу айпи интерфейс бриф это для айпи в 4 шоу айпи и шесть интерфейс бриф это для пиши все что нам сделать он нам покажет выходные данные состояния наших интерфейсов что мы с вами здесь видим два интерфейса подняты состояния ап-ап один у нас смотрит локальную нашу сеть да а второй у нас смотрит вы на арт 2 как внешняя сеть и так вот эти вот вещи нам нужны для траблшутинга вот допустим давайте так шоу айпи интерфейс бриф это не просто все подписаны очень так удобно поэтому я вам очень покажу и так ребят что означает вот эти вот последние два столбика статус и протокол 1 а он относится ребят к аппаратному уровню к железу он указывает получает ли интерфейс сигнал обнаружение несущий то есть электр то есть простыми словами включен ли он либо выключен второе ребят параметр line protocol он уже относится к анальному уровню как раз таки указывает а принимаются ли сообщения служебные сообщения на канальном уровне keep a life сообщение вот что мы с вами здесь и в виде ну в интерфейс у нас включено то есть а пап все хорошо то есть и на уровне физики у нас все все хорошо и на уровне ну скажем так и на протокольном уровне тоже все прекрасно все как бы вот так вот вот так давайте у нас все ну давай с вами я ребят попробую какой-нибудь интерфейс вырубить и посмотрели например у тебя все должен быть получен да у нас тут все да у нее хорошо хотел вам прям продемонстрировать ну разумеется по имуляторах не все можно показать так шоу а вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот как раз таки вот первый раз она показал об а то есть как бы он зовелся опросил посмотрел да убедился что что-то не работает вот-вот-вот растет про это я вам и хотел показать итак ребят посмотрите серию и интерфейс был фото да вот она серия интерфейс что он говорит на физическом уровне он нас ребят в состоянии а да потому что мы его включили вставили кабель все хорошо электросигналы там бегут но на канальном уровне ребят то есть на протокольном у нас давали потому что отсюда не бегают сообщение никакие данные не передаются как раз таки все правильно вот ребят здесь же да тут у нас компьютером включили у нас включенный здесь же у нас интерфейс получения живой ключи на роутер а тут у нас на на компакт по умолчанию включен поэтому здесь у нас будет ап апа здесь у нас будет об дал это ребят информация нам нужна для трамбл шутика для поиска и устранения неисправности вот как то так так нажать эмиски так я наверное ребят не особо буду углубляться в теорию потому что вы это уже должны по идее знать начнем с арт 2 и так проваливаемся значит на какой на интерфейс который смотрит нашу локальную сетину с е00 вот он реферис как вот у нас второй департамент и каути я буду сокращать департамент и сразу скопируем наши айпишники так раз леком в интерфейс ребят есть есть пробелы до 16 то прогуглите 20 в подробности я не буду так ну и теперь с вами настроим лоббек интерфейса что такое ребят лоббек интерфейс лоббек интерфейс это ребят виртуальные интерфейсы в лоббе они нужны для разных экспериментов чтобы допустим не гараздить много сети проще сделать один лоббек интерфейс который например будет имитировать интернет сервис провайдера и пулять туда пинге до прописывать на него какие-то маршруты настраивать успех я черпи и прочим прочее если мы с вами коврем про макрософт оске годовские компы то лоббек интерфейс у нас он как бы сопоставляется локальному внутреннему адресу 127 и его дальше 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 по мунтамс с 8 либо с 10 москве достаточно много то есть локал хост другими словами для чего нам нужен локал хост то есть лоббек интерфейс например есть у нас на компе запущены как какие-то либо две программы которые должны как-то общаться между собой ну например 1с и какой-нибудь там сайт и вот отечественник настроил так чтобы 1с выгружал как какие-то либо таблицы на веб-морду вот-вот нашего сайта его чтобы они с друг другом дружили они будут как раз таки общаться через внутренние локал хостовые адреса лоббековские то есть это это вот реально как бы ситуация вот и чего нам нужны вот окно в ламбе в сетях лоббеки интерфейсы по сути нам нужно для ну вот в лапах ппп и франшив для экспериментов фраза в реальных сетях лоббек имеет широкое широкое применение в биджи пи там ну и так далее то есть достаточно мы будем еще это разбирать и так ладно будем ребят ускоряться потому что начало бы у нас затянется и так из лоббек 10 так стоять делаем же все было прямо по-честному добавим ребят description я буду ребят копировать чтобы ускоряется чтобы ускоряться и добавим сразу повесим айпишники так вот такие вот пироги все повесили делаем exit так заходим на интерфейс значит капула 11 так это у нас маркетинговый отдел так хорошо вешаем на него глобальный айпишник сразу понятно что так глобально потому что начинается с 2000 и клинику около интерфейс интерфейс канала для общения с нашими соседями и так интерфейс лоббек 12 так это у нас маркетиковый отдел как видите интерфейс лоббек активировать не нужен да он сразу включается по умолчанию но если речь идет о боевых сетях то уж конечно не пренеберегать команды но уж отдал все равно и вы делаете и так так ну и у нас ребят вам внешних интерфейс а потому что он у нас соединяет а2 r1 и r3 r1 это наша сеть да и r3 это у нас интернет сервис провайдер поэтому с 00 это у нас с 10 и с 001 это у нас с 11 давайте сразу мы это запомним и так от нас требуется настроить с 00 то есть это у нас будет с 10 и до с 11 до скрипшинс настроек сразу сеть точнее повесим айпичный повесим бокал пост на него обязательно так интерфейс который смотрит на интернет сервис провайдера 11 до должен быть 111 хорошо и давать с ранее сразу с вами скрипшинс так линк так мы его назовем так сразу повесим на него айпич не так линку обязательно ну или блоку как не обязательно потому что даже если мы его не повесим то он сам протокол опишись его сформирует сам потому что это обязательный параметр так немножко урежем скорость да есть у нас правильный бэд будет это у нас он не урезает скорость да есть есть параметр speed и прочее прочее то есть некоторые вещи у нас вы урезает скорость вот кстати вам домашнее задание посмотреть а некоторые команды у нас не урезает они лишь нужны чтобы могли как раз там с метриками с с со стоимостью путей и прочее прочее ну до этого мы с вами еще пойдем так ну что да ну сразу давайте с вами проверим состояние интерфейс жопе и 6 из бриф и так значит наш локальный интерфейс вап вап так который смотрит на городе который смотрит на интернет сервис а все хорошо и лукбек интерфейс и все у нас вап ап ап и так хорошо давайте теперь с вами настроим r3 так вот тут у нас лишь один интерфейс нужно настроить так с 001 это у нас ребят интерфейс с 11 с 11 так дадим с вами description ли и создавать свои повесим айпишники так или отлично и забывайте активировать интерфейс ну давайте с вами теперь проверим шоу и певе 6 есть brief и так ребят смотрим давайте с вами еще так как у нас мы подцепили к нему еще же компьютер вот он да мы для него придумаем какой-нибудь айпишник и также повесим на интерфейс особо мы заморачиваться не будем мы с вами будем использовать тоже диапазон да тоже префикс но при этом чуть чуть по другому так вот я 00 давай с вами это сделаем и так интерфейс е0 сымитируем с вами локальную сеть значит description урок он будет так и заберем ему какой-нибудь айпишник из этого же диапазона просто мы цифру с вами поменяем вот тут так так нету скопировал так так скопировал так тут вот нас поставят двоечку а то есть вот 2 подсеть как бы ну на самом деле в lsm допустим маска переменок кин маска фиксированным длины по пиве 6 нету ну можно сделать но она там ни к чему потому что я пиве 6 адресов очень много поэтому можно прям перейти переслить так и link local сразу с вами такой же как бы так итак ребят а давайте с вами с вами сразу повесим опишек на наш линус так чтобы вспомнить как это делаю сапиве 6 так вот так будет 2 да да вот он принял и айпи например да получится так отлично только я тут немножко ошибся так вот так вот так хорошо нам нужно . 6 ага принял и сразу ребят пропингуем наш шлюз ага все работает прекрасно а интересно link local так это глупо так тут правильно а вот link local как создать ну ладно пока мы не будем играться потому что иначе это так шоу и 6 ну все главное чтоб повесили айпишник и так значит вот сюда мы ребят повесили уже айпишник тут все хорошо работает ну и теперь что от нас требуется так оставьте свечи так блэнк от игры шанс под дефолт то есть это так 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 ну тут нам что сообщать что свечи мы с вами не будем настраивать что все порты по умолчанию в первом пилане это все понятно хорошо и все они не не административно выключены как тут так вот он мод административно летал да потому что все порты на свечах по умолчанию включены роутер же выключены так или свеча сбин конфигур и урей стартап так все понятно мы свечи с вами не используем и да функция до проверьте лайм протокол каждого интерфейса что он об состоянии поднят и что пинги у нас идут так ну давайте почему мы с арт 2 начинаем потому что именно арт 2 у нас таким является связующим звеном можем сразу пропинковать я ради и арт 3 собственно давайте мы с вами это и сделаем и так идем на арт 2 можно использовать ребят команду шоу сети пенейборс да и посмотреть наше соседей ну а ради на 2 он с вами видит все хорошо так так шоу ipv6 интерфейс прив хорошо тут у нас сериал интерфейс который смотрит на сериал один один который смотрит на интернет сервис провайдера и наш локальный интерфейс тоже в api все прекрасно работает итак смотрим дальше так ну теперь давайте с вами на линус машины настрой да вот у нас тут вот есть вот айпичники значит на ар один всем забыл конфиг так что получается у нас провалимся на локальный интерфейс который смотрит нашу сеть и должны с вами повесить настроить шлюз для нашего компьютера в сети да т.к.в8 так по и прочее адрес у нас сокращен надеюсь вы помните что у нас есть правило как сократить адрес с префиксом 64 так где-то я тут ошибся вот забыл слово адрес написать да вот и все и линк локал так хорошо здесь мы такой адрес забили а на линукс машине первых мы с вами зададим вот такой адрес все прекрасно работает как видите все шикарно так то же самое мы с вами сделано арт 2 как интерфейс вот сюда вот ребят мы смотрим и с вами забьем адрес ввести 1 так дай бы 8 кафе 3 1 так 64 сразу ребят моего скопируем так правильно правильно и адрес линк локал так так а вот интересно сразу активировал так смотрим ребят давайте с вами еще раз так ethernet 0 0 до а а все замечательно на арт 2 так переходим на линукс машину вот она вторую и вобьем сюда наш адрес только тут будет не один а два шоу и пи шесть и так сразу ребят протягуруем наш лос у молча да пинки ребят есть да он уже префикс на принимает и так все мы с вами сделали все хорошо он компы мы с вами на строили так теперь смотрим дальше что нас требуется и так после того как вы закончились с С адресной схемой Нужно включить RIP-NG Вообще, ребят, все, что касается API 6, оно настраивается Гораздо проще, чем с API И 4 Например, чтобы настроить RIP-NG Именно RIP для API 6 Мы, ребят, должны включить Просто на интерфейсах Указать просто на интерфейсах Правильной команды Итак Здесь что настребуется Вначале мы должны создать процесс Мы должны сообщить роутеру, что мы будем Использовать протокол RIP Давайте мы с вами это сделаем В режиме глобальной конфигурации API 6 Роутер Посмотрим, что у нас есть OSPF RIP, ну и так далее Еще и RGRP Мы с вами используем RIP И обзываем его как-нибудь Routing Пробел Также я ставим RIP NG Да Вот что он нам сообщил Он нам говорит то, что Мастертизация API 6 Не включена То есть нам нужно ее, ребят, включить Команды API 6 Unicast Routing Обязательно ее нужно включить Вот мы его, ребята, включили Чтобы могли Чтобы роутер мог с вами работать С API 6 Пакетами Ну, в принципе, вот и все Повторим Вот предыдущие команды Все То есть все, что нужно Это просто выйти из нее Можно задать там параметров Там, например, ID Назначить Но мы пока этого делать не будем Итак Теперь мы его включаем По интерфейсам То есть заходим на каждый интерфейс И его включаем Какими сетями мы с вами будем делиться Ну, только тут две сети Это вот та сеть, которая смотрит на A2 И наша внутренняя сеть Локальная сеть Итак Заходим, значит, на нашу внутреннюю сеть E00 И забиваем вот такую вот команду То есть тем самым мы говорим Что именно этой сетью мы хотим делиться Название должно быть таким же Looting Rig Engine Enable Не забывайте команду Enable Раз Сразу сойдем с вами на второй интерфейс 1 0 И тоже мы его включим 2 Все Что еще? Так Заметьте то, что IPv6 вроде Дот тоже будет включен Да, мы его включили IPv6 Unicast Так, хорошо Так, репенджи ровненький Изенебл 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 Нам тут сообщается Что не обязательно создавать процесс Репенджи Как только мы с вами Включили Репенджи На интерфейсе То есть указали Какую сеть мы с вами хотим Распространять Да То Процесс репенджи Включается сам автоматически Хорошо Будем иметь ввиду Итак То же самое Ребята Давайте с вами сделаем на R2 Так Ну что Начнем Так Мы уже с вами Что нужно Включить Unicast Роутинг Да Так Давайте с вами Мы его сразу Включим Проваливаемся На разные Интерфейсы Давайте сразу Скопируем Команды Чтобы ее Долго Не забивать Так Интерфейс S1 Один То же самое Так Ну Так Так Интерфейс S1 Один Нам Не нужно Потому что Здесь мы будем С вызывать Маршрут Полмолчания Видите Я немного Поторопился Как отменить Команду Просто ставим Нол Вначале Команды Вот так Это делается Интерфейс Е0 И запускаем Предыдущую Команду Да И то же самое Ребят Нужно Проделать На Влутбэк Интерфейс Так Интерфейс Влутбэк Ребят Вы не переживайте Я лишь Сокращаю Чтобы Быстрее Это все Было И Так Влутбэк 12 Все Так Как видно На Арт 2 Ребенжи Процесс Конфигур Он Интерфейс Взял Конфигур Ребенжи То есть Можно Запустить Процесс Ребенжи На Интерфейсе И Процесс Сам Ребенжи Он Создастся Автоматически То есть Необязательно Его Делать Или Автоматик Или Бегрейт Это Окей Хорошо Давайте С вами Проверим Что у нас Все Ребят Работает Итак Как мы С вами Проверяем Show IPv6 Protocols Окей Итак Ребят Что мы Здесь Имеем Значит Вот у нас Процесс Реб Роутинг Ребенжи Есть Да Какие у нас Интерфейсы Включены Для Ребенжи Процесс Да Так Клубок 21 10 Наш Локальная Сеть И Интерфейс Который Смотрит На R1 Все Замечательно Если Тут Ребят Вопросы Давайте Сразу Мы На них Ответим Так Сейчас Секундочку Итак Какой Интерфейс Какие Интерфейсы У нас Воплечены В рейт Процесс Да Ну Как мы С вами Видим Это Лубок 12 11 10 Гигабит Из Serial Так Какой Активный Интерфейс Не Воплечен Не Воплечен У нас S1 1 Потому Что Мы Его Не Настраивали Вот Он Потому Что Он Смотрит На Интернет Сервис Провайдер Ну Зачем Спрашивается Зачем Чтобы Наши Сети Знал Интернет Сервис Провайдер Стоит Настроить У себя Реб И Он Сразу Все Узнает Про Нашу Дальше Какие у нас Есть команды Проверить Таблицу Маршрутизации Давайте Мы С вами Это Сделаем На 1 Убедиться Что Все У нас Ребят Работает Команды Show IP V6 Road Ок Сразу Видно Давайте Сразу Проверим Эти Сети Так Буква Клора Она Говорит Что Это Сеть Которая К нам Поступила Используя Протокол РИП Значит Кафе 3 Да Вот Она Сеть Локальная Все Есть Кафе 10 Вот Это Лукбэк Интерфейс 11 12 И Еще Одна Сеть Fit 1 Так А где Эта У нас Сеть А вот Эта Сеть Мы Ее Там Выключили На Интерфейсе S 11 То Есть Мы Не Должны Ее Вообще Тут Видеть Так Давай С вами Тогда Проверим Еще Раз Нет Уже Нету Так Наверное Нужно Подождать Какое-то Время Чтобы Информация Потому Что Мы Включили Там 30 Секунд Идет Обмен Сообщениями Кипи Live Поэтому Вот Эдет Hello Сообщение Поэтому Нам Нужно Немного Подождать Так Так Serial 1 0 Так Ethernet Так 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 Ну На всякий случай Можно Еще проверить Конфигурацию Наших Протоколов Так S 1 1 Так Нет Этой команды У нас здесь Нету Все Хорошо Все Замечательно Shulapi Rip Так Shulapi Протокол Rip Нет А Наши Просто Шulapi Протокол Так Хорошо Shulapi 6 Протокол Так Все Давайте С вами Еще раз Убедимся Что Все В порядке Да Вот как вы видите Тут у нас Раз Два Три Четыре Эта Сеть Пропала Ну Да Как я И говорил Вначале Была Раз Два Три Четыре Пять Сейчас У нас Четыре Да Нужно Просто Подождать Ок А то Я уж Тут Начал Волноваться Итак Ну Ребят Давайте С вами Вспомним Что такое Адмистративная Дистанция Что такое Метрика А Вот тут У нас Есть Вопрос Какой адрес Следующего Перехода На IPv6 Адресе Да Для типа IPv6 Адреса Для Рип Энж Роутера 1 Так Ну Адрес Следующего Перехода Здесь у нас Понятно Здесь Здесь у нас Что Это у нас Link Local Адрес Fe82 Вот Здесь Есть Это вот Адрес Следующего Через Какой Интерфейс Мы С вами Можем Выйти Вот в Эту Вот Сей Через Какой IP Чтобы Добраться До Этой Сети Нужно Выйти Через Вот Этот Вот IP Через Этот Интерфейс То есть Ну Простыми словами Link Local Так Дальше Что Требуется Давайте С вами Будем Пинговать Ремонт Адрес Так Кафе 3 1 1 Сар 1 Давайте Пинг Пинг Ребят Должны Удачными Потому Что Мы С вами Все Настроили Доступ Сети Есть Есть Десятый Есть Outfit 1 1 Не Должен Быть Это У нас Тут Апишник Который Смотрит На Интернет Телес Провайдера Нет Отлично Так Wish Ping Was Successful Wish One Not Ну Первый Первые Два Третий Нет Хорошо Ping Was Successful Explain The Reason Ну Первые Два Потому Что Они У нас Входят В процесс Rip NJ То Мы Рекламировали Advertise А вторую Мы Не Трогали То На Интерфейсе Где У нас Есть Этот Апишник Он Смотрит У нас Все Интернет Сервис Провайдера Мы Не Настраивали Rip NJ Поэтому Он Недоступен Ну Вот Причина Там Будем Настраивать Маршрут По Умолчанию Так Дальше Что Еще Ну И так Ребят Ну Так Как Мы Убедились Что Мы Не Можем Достучаться До Интернет Сервис Провайдера То Мы Будем Что Делать Мы Будем Ребят Настраивать Статический Маршрут По Умолчанию Да Вот У нас На R3 Чтоб Мы Могли Достучаться До Этого Интерфейса Так Здесь У нас По 1 То Здесь У нас Как Шо Пир 6 Из Бриф Тут У нас Должен Быть S 1 1 2 Вот И Все То Есть Ребята Этот Опечник Мы С Вами Не Можем Пропиковать Все То У нас Простыми Словами Нет Выхода В Интернет Итак Что Мы Для Этого Делаем Так Настройте IPv6 Static Road Для R3 Для Всех Пакетов Для Префиксов Для Всех Сетей 2001 DB8 Cafe С Префиксом 48 Это у нас Ребят Суммарная Реалительская Подсеть Для Всех Наших Подсетей В нашей Компании Обратите Внимание Cafe У нас У нас Пит Cafe То Если Мы Сейчас Побинарно Разобьем Хотя Это у нас И так Бинарный 16 То Заканчивается У нас Именно На Cafe Это у нас Ребят Суммарная Сеть Хорошо Итак Ребят В чем Разница Давайте С вами Немного Теории Для Того Чтобы У нас Был Интернет Нам Нужен R2 Так Как У нас Он Является Ограничен Прописать Статический Маршрут По Умолчанию Да Ну Как Это Все Происходит С Исходящим Интерфейсом Который Будет Смотреть Вот В Эту Сеть Либо С адресом Следующего Перехода Который Будет Настроен Итак Если Сравнивать С IP И 4 Что Такое Статический Маршрут По Умолчанию Это Маршрут Где У нас 8 Нулей То есть У нас Сеть Нулей Все Нулей Соответствуют Любому Адресу Сети И Маска Все Нулей Соответствуют Любой Маске Под Сети Если Ребят Все Посчитать То 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 есть Это У нас Как Б Пакеты Мы Сюда Отправляем Во Все Сети Так Что Это Значит Вот Например Посмотрите Я Хочу Отправить Какой Нибудь Выйти В интернет Да На Какой Нибудь Там Ну Допустим На Гугловский IP Адрес Вот Компорт Открывает Веб Браузер Пин Давайте Лучше С пинком Начнем Пинк Идет Сюда Да Заходит Сюда Здесь Он Проходит По Всем Своим Интерфейсом И Видит Что Видит Что У нас Нет Этой Сети Среди Наших Интерфейсов И тогда Он Если У нас Нет Подходящих Интерфейсов С подходящей Сетью Он Отправляет Все На Маршрут По Умолчанию Здесь В этом Случае На Артере Мы Прописываем Не Маршрут По Умолчанию А Обычный Статический Маршрут В Нашу Сеть Причем Потому Что В интернет Сервис Проведера Могут Быть Много Быть Сетей Отсюда Сеть Идет Соединяет Другую Компанию Сюда Сеть Идет Соединяет Третью Компанию Ну И так Далее Поэтому Здесь Мы Должны Указывать Ручками Конкретную Подсеть Так как Мы С вами Использовали 48 Бита Префикс Один И тоже Мы Можем С вами Проверить Суммарную Подсеть Вот Как То Так Изучите Ребят Если Что-то Где-то Непонятно То Лучше С вами Изучить То есть Идем На Интернет Сервис Провайдеры И мы С вами Полный ASP Работаем Интернет Сервис Провайдеры Провайдеры Прописываем Маршрут Не Маршрут По умолчанию Где все Нули А Именно Статический Маршрут Давайте Я его Сразу Скопирую Сразу С вами Включим APV6 Unicast Роутик И Вобьем В нашу Команду В конце Ребята Вот этого Команда Можно указать Либо Исходящий Интерфейс Какими Интерфейсом Мы смотрим На 2 Либо Можем Указать Что Можем Указать Адрес Следующего Перехода Next Hop Адрес Итак Дальше Что еще APV6 Так Требуется Для Передачи Перехода По умолчанию Так Ну и как Тебя Исправить Так Ну все Я понял Вот так Да Так И вот Вот сюда Все Придет Исправил Так Видите Пинки есть Почему Потому что У нас Есть Здесь Маршрут По умолчанию Мы его только что Создали Но на Р1 Его нету Как Как это Исправить Мы должны С вами Вот так же Распространить Чтобы R2 Поделился Своим Маршрутом По умолчанию С R1 Итак Команда Вот она Проваливаемся На интерфейс Который Смотрит У нас На R1 Это у нас S1 0 И прописываю Нужную На Команду 3 S1 0 285 Я ее сразу Скопирую Вот тут Где Originate Можно Посмотреть У нас Есть Две Две Опции Only И Originate Originate У нас Будет Трансировать И маршрут По умолчанию И наши Сети А если Мы Бьем Только Only Он Будет Транслировать Только Маршрут По умолчанию Без Нашей Сети Нам Нужно Транслировать Все Originate Все Ну и теперь Если мы Зайдем на R1 И Побьем Команду Show Operoad Мы с вами Увидим Так Наверное Нужно Чуть Подождать Вот он Маршрут По умолчанию У нас Пойдемся Если мы Допустим Хотим Пробеговать Выйти В интернет То у нас С вами Должно Все получится Все Видите Мы с вами Пропеговали Вот этот Вот комп Все работает Итак Что Вот Мы Ток что Проверили Давайте Сразу Ответим На Вопросы Что От нас Тут Тут Требуется Да Так 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 Вот Из Рип Нже Hop Count От От Ну Ну Как Вы Все Помните Рип Как Принимает Решение Куда Отправлять Какой Лучший Маршрут Выбрать По Количеству Хопов Хопа Это у нас Ребят Количество Маршрутизаторов Между точкой А И точкой Б В чем Минус Ребят Он не смотрит На пропускную Способность Интерфейса Он не смотрит На задержки И прочее Он смотрит На Лишь Количество Хопов Итак Количество Роутеров То есть Количество Роутеров Между Источником И между Адресом Назначения Что Мы с вами Видим Вот У нас Тут Есть Ребят Два Два Параметра 120 Это у нас Административная Дистанция Административная Дистанция Говорит Нам о том Какой Протокол Нам Препощительнее Какой Протокол Нам Выбрать Чем Меньше Административная Дистанция Тем Луже То есть Препощение Тому Протоколу Он И отдает А Дэшка У всех Разная Понятия Фиксированы Например У СПФ Это 110 У РЧРП 90 У РИП Как вы Видите 120 И второе Значение Это у нас Метрика Как раз таки Метрика Это самое Важное Значение Метрика В данном случае Равняется Двум Почему Двум Потому что Он еще и Себя Считает Ицелф То есть Раз Два Чтобы добраться До точки Значения Здесь у нас РИПа нет Тут у нас Используется Маршрут По умолчанию Поэтому Вот такие Дела И так Ребят Метрика Два Себя считает И Своего Соседа Так Дальше Что от нас требуется Check Whether you have Full connectivity From R1 To pick Interface On R2 Так Давайте с вами Пропингуем Интерфейс R2 И R3 Хорошо Так Давай сразу Шоу APB6 Interface Brief Ну с вами По сути Уже Это Сделали Возьмем Интерфейс Который Смотрит На Интернет Сервис Провайдера Его Пропингуем Пинги Есть И R3 Возьмем Кого-нибудь Локальный Внутренний Интерфейс Да APB6 Inface Brief Вот Вот Этот Интерфейс Мы Возьмем И Root Так Может Даже Запустить Трейс Root Да Все Хорошо Вот У нас Миновали Rooter R2 Это Его Интерфейс И Rooter R3 Да Все Хорошо Все Отлично Так Сейчас Давайте Сразу Проверим Мне Слово Стало Интересно Так DB8 Cafe2 2 Да Вот Он И Должен Этот Интерфейс 1 1 Это У Нас На Портреже Да 1 1 Это У Нас Да Я Уже Испугался 1 1 Там 1 2 Все Хорошо Да То Есть Вот Эти Вот Интерфейс Он Считает Так Замечательно Так Ну Теперь Здесь Нас Требуют Поиграться С Настройками Only Чтобы Мы С Все Маршруты А только Маршрут По Умолчанию Ну Давайте Мы С Вами Это Сделаем Да Так Он Проваривается На Интерфейс S1 0 Он У нас Имитирует Интерфейс S0 0 И В объем Такую Команду Так Он Старую Наверное Перезапишем Да Поэтому Старую Отменять Не будем В объем Такую Команду Все Ну И Теперь Проверим Шоу IP 6 Road Так Тут Скорее всего Ребят Можно чуть Подождать 30 секунд А Вот Вот Можно Очистить Процесс Чтобы Долго Ребят Не ждать Да Клер Да И Запустить Процесс Вот Как видите У нас Ребят Сейчас Чтобы Да Только Локальные Маршруты Да Ну И При этом Все Все Что Есть А Где У нас Маршрут По Молчанию Так Еще Давайте Я Вот Так Сделал Чтобы Было Красиво Так Все Так Нужно Ребят Подождать А Вот Он Боился Фу Ты Господи Я Уже Весь На Измене Тут Видите Тут Нет Тут Есть Все Видите Ребят Мы С вами Приняли Только Маршрут По Умолчанию То Есть По Логике Мы С вами Должны Достучаться До Интернета Потому Что У нас Вами Есть Маршрут По Умолчанию То На Линук С 3 Машину Но На Внутренние Сети R2 Мы С вами Не Должны Достучаться Давайте Мы С вами Это Проверим Итак Цар 1 Даже Может С Линук С Машиной 1 Прям Чтобы Да Пинги Есть А Теперь На Линук С Машину 2 У нас Пинги Не Должны Быть А Нет Ну Все Правильно Да Так Как У нас Есть Маршрут По Умолчанию Пинги Должны Быть Мы Живы Что Получили Значит Все Должно Работать Все Отлично Все Замечательно Ну Да Все Логично Если Мы Получили Маршрут По Умолчанию У него И Нет Этих Сетей Он Отправляет Маршрут По Умолчанию А Теперь Если На Лук Бэки Трэйс Пропекуем Какой Нимод Лук Бэки Трэйс Да Так 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 Вот Видите Ребят Давно Не Практикуешь Уже Начинаю Что-то Забывать Это Нормально Да Так У Нас Есть Маршрут По Умолчанию Все Должна Работает Да Это Я Уж Вам Набрал Ну И Все В принципе Давайте С Вами Посмотрим Процесс Реб Что У нас Есть Маршрут Видите Какой Да Так Шоу АПИВИ 6 Реб Так Вот Давайте С Вами Что Красиво Что У нас Есть Так Административная Дистанция 20 Максимум ПФ Так 16 Да Должен быть Апдейт Так Every 30 Секунд Да Вот Толго Приходится Ждать Так Какие Интерфейсы Участвуют Так Вот 12 11 Serial 1 Но Редистрибуется У нас Нет Хорошо Так Ну И тут У нас Есть Какой То Вопрос How Many Reap NG Process Are Running On R2 Да Ну Только Один Только Один Так Давайте Вот Reap Процесс Только Один У нас Так Теперь Какое Вот Port Number Does Reap NG Use Так Ну Вот Порт 521 Это Его Зарезервированный Порт Для Reap NG Да Так Следующий Вопрос What What Destinations Address And Type Of Address Does Reap Use To Send Address Какой Адрес Он Использует Для Того Чтобы Отправлять Свои Обновления Матикастовый Адрес Разумеется Потому Что Это у нас Матикастовый Все Таки Протокол F 0 2 9 Ну Вот В принципе Все Так Что Еще Дата Проверим Базу Данных Шел Апи 6 И 3 Топ Из Вот Так У нас Получилось И сразу Ответим На Образ Так How Моней Как Как Много Срочек У нас В базе Данных Ну Только Две Как Вот Первая Да И Вот Вторая Все Вот У нас База Данных Наших Маршрут С метрика Слово Install Как Говоришь В таблице Маршрутизации Что Все Хорошо Это У нас Какой Интерфейс Им Общается Да Ну Вот Cafe1 И cafe2 Можно Даже Посмотреть На На Cafe1 И cafe2 Вот Они Две Подсеточки Вот Тут Они У нас Есть Метрика 2 Почему 2 Потому Что Он Еще Из Себя Считает Так Интерфейс 1 1 Да Все Хорошо Тут Все Честно Так Какие Еще У нас Есть Вопросы Which Entries Installed Да Ну Вот Тут Вот Только У нас Один Маршрут Install Инстал Говорит О том Что У нас Есть Таблица Маршрутизации Второй У нас Не В таблице Маршрутизации Потому Что Потому Что У нас Напрямую Подсоединенный Connected Те Кто Проходил Сессия Они И они Они Об этом Знают Вот Вот Next Hop Адрес Для Исходящего Интерфейса Для Двух Строчек Next Hop У нас Link Local F081 Так What happens When Expires In a second Reach Zero What keeps The value Что Произойдет Если у нас Наш счетчик Дойдет До Нуля Да Какое Это значение Примет Так Ну Так 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 Тут Нужно Если счетчик Дойдет До Нуля До Нуля То Маршрут Он Скорее всего Удалится Из таблицы Маршрутизации И пометится Как Ну как Как Просроченный Да И Pink NG Он снова Каждые 30 секунд Опрашивает Своих Соседей Отправляет Свои Маршруты И получает От соседей Да И этот счетчик Как бы Заново Потом включается Это нормально Это делается Ребят На тот случай Чтобы Если Допустим У нас Какие-то Новые сети Появятся Либо мы удалили У себя Сеть Чтобы он мог Обновлять Свою таблицу Маршрутизации И заново Ее принимать Как бы Это абсолютно Как бы Нормально Так Что еще От нас тут Требуется Что пишет Слоутик Несхоп Ну давайте Попил Команду Что он Пока Что Так Так Репросесс Такой Несхоп Ф01 Селил 102 Путя Ну все нормально Да Все хорошо Так Что еще Конца И края Нет Этой Ламбы Так Why are there Two puffs Почему здесь У нас Два Пути С 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 Ну Один Путь У нас Идет Кафе Один Кафе Один Вот он Это как Удаленная Сеть Он у нас Таблица Маршрутизации А второй Путь У нас Не используется Но используется Тот же Несхоп Ф Ф 85 Ф 81 Почему Его нет В таблице Он Также Есть Таблица Маршрутизации Но Почему Его здесь А да Нет Потому что Это напрямую Посоединенная Сеть Вот примерно Так И у него Че Тут что Тут вот Два Пути Да У нас Есть То есть Ну Все В принципе Все Вот Как бы Я ответил Так Ну все Ребят На этом Мы Заканчиваем Спасибо Прошу прощения За сумбу Все таки Первая Лаба Немного Переживала Я сейчас Эту Лабу Был уже На Ютюб Теперь Буду Готовить Вторую Лабу Делать Вторую Лабу И Записывать Всем Спасибо Всем До Свидания